1 июня всегда ассоциируется не только с первым днем лета, но и ярким праздником, международным днем защиты детей. Обычно в нашей стране его отмечают массовыми мероприятиями, играми, квестами. Нынче все по-другому, продолжается режим самоизоляции. Надежда Полевич отправилась в Ущем, чтобы узнать, как живется сейчас в многодетной семье Назиных. Александр и Анна поженились 14 лет назад. У нее в первом браке уже было три сына. О большой семье Назины не мечтали. «Хотели одного совместного ребенка. Получился Андрюшка. Зашла на УЗИ. Саша, что ты мне сказал? Кто? Я говорю, мальчик. Он сел и заплакал. Мне, говорит, надо девочку. В результате появились еще пятеро ребятишек. Так в их семье стало восемь детей, семеро сыновей и одна дочка. Старшему уже 21 год, а самому младшему – три. Супруги рассказывают, что хоть и много у них хлопот, но другой жизни себе не представляют. Старшие сыновья уже вылетели из гнезда, живут в Берске, учатся и работают. Третий сын нынче заканчивает 9 классов и мечтает получить профессию, связанную с рыбалкой. Уж больно он любит это занятие. Прокормить такое большое семейство непросто. Поэтому Назины завели свиней, кроликов, кур и гусей. А еще стали участниками проекта «Социальный контракт» и купили корову. В день она дает до 18 литров молока. На столе теперь постоянно творог, сметана, масло, разная выпечка. Спасает семью и огород. Здесь у меня георгины, там у меня лилии, тут у меня циние, розы. Родители стараются прививать детям трудолюбием. Те с удовольствием помогают и на огороде, ухаживают за живностью, а летом и осенью все ходят в лес за грибами да ягодами. Данил – главный рыбак. Излишки продукции продают односельчанам. Поддерживает семью и государство. Таких, как Назины, в Усть-Чомском сельсовете больше 20. Меры социальной поддержки бывают разные. Это натуральная помощь, материальная помощь, социальные контракты и всякое другое индивидуально. По ситуации мы стараемся многодетные семьи всегда держать во внимании и всегда держать руку на пульсе и помогать всем, чем можем, особенно в нынешней ситуации. В связи с коронавирусной инфекцией перечень социальной помощи многодетным семьям значительно расширился. И все, что положено, Назины получат в полной мере. К тому же они стоят первыми на очереди по улучшению жилищных условий на получение семейного автомобиля. В этом году супруги хотят заключить еще один социальный контракт, чтобы заменить в доме электропроводку. Про свою семью Назины говорят. У нас, может, и денег не так много, но есть самое главное богатство – это дети. В том и заключается их семейное счастье.